Здравствуйте, уважаемые студенты! Разрешите представить вам тему лекции «Трудовые ресурсы предприятий и кадровых политиков предприятий». Рассматривая данную тему, мы будем затрагивать следующие вопросы. Первое – это понятие состава структуры ресурсов предприятия. Второе – показатель наличия движения используемых трудовых ресурсов, и рабочего времени. Третье – кадровые политики предприятия и управления персоналом. Итак, первый вопрос. Трудовые ресурсы, как экономическая категория, включают в себя население, находящееся в трудовом возрасте, как в трудовом возрасте, в общественном производстве, так и не занято. Границы на законодательном уровне, с учетом физических факторов, для каждого человека существует определенная возможность выбора той или иной профессии. Сущность трудовых ресурсов заключается в том, что они выражают общественные отношения, сказывающиеся по поводу их формирования, разделения и использования в общественном производстве. Для изучения состава трудовых ресурсов предприятия их необходимо классифицировать по определенным признакам. То есть экономические предприятия их классифицируют по следующим признакам. Первое – это классификация по характеру участия в производственной деятельности, и второе – по характеру выполненных функций. Итак, по первому, по характеру участия в производственной деятельности, классифицируется на следующий опыт. Это промышленный производственный персонал, то есть персонал основной, который непосредственно работает на том, как предприятие. Персонал промышленных разделений, состоящих на балансе предприятия. То есть персонал, который непосредственно занимается производственной деятельностью. Например, это персонал, который не производит продукцию. Например, это санаторий, профилакторий, столовый и т.д. И второй – по характеру выполняемые функции. Это рабочий. И к ним относятся работ частного производственного процесса, то есть основной рабочий капитал и вспомогательные работники. Кроме них – это служащие, из них руководители, специалисты и прочие служащие. Для описания трудовых ресурсов на уровне предприятия различают понятие трудовые ресурсы предприятия и персонала предприятия. Кроме этого, есть такое понятие, как кадровая политика, либо кадровый потенциал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия представлены работниками, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие опыт работы и заняты определенным трудом на предприятии. Персонал предприятия – это кадры, то есть трудовой коллектив. Совокупность работников, входящих в списочный состав предприятия – это у нас персонал предприятия. Теперь кадры на подносах предприятия. Способность кадров решать стоящие перед ними текущие и перспективные задачи определяется численностью кадров, их образованностью, то есть образовательным уровнем. Кроме этого, профессионализм, их квалифицированность и так далее. Это все будет относиться к кадровым потенциалом. В зависимости от характера участия в производственной деятельности в составе персонала предприятия выделяют две группы – промышленно-производственный персонал, занятый в производстве и его служении, и персонал непромышленных подразделений, состоящих на базе предприятия. То есть здесь необходимо различать производственный персонал и промышленный персонал. По характеру выполнения функций промышленный производственный персонал подразделяется на рабочих и служащих. Рабочие – это непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и другими работами. К ним также относятся уборщицы, дворники, гардеробщицы, охранники и т.д. В зависимости от характера участия в производственной процессе группа рабочих, в свою очередь, делятся на основные, то есть производственные, основные и вспомогательные. Служащие, в свою очередь, подразделяются на руководителей, специалистов и прочих. Руководители, работники, занимающие должности, руководители организации и их структурные подразделения, они наделены правами принятия решений и, естественно, отвечать за последствия, то есть за последствия тех решений, которые они приняли. Специалисты, работники, с высшим средним образованием, обладающие функциональными научными знаниями, а также специальными знаниями и навыками, достаточными для осуществления профессиональных деятельностей. К ним относят инженеры, экономисты, бухгалтера, социальные работники, техники и т.д. Далее. Прочие служащие, это технические исполнители, работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание, то есть это те, кто занимается непосредственно, допустим, составлением чертежов, табелей, агенты и т.д. Далее. Сопутствующие работники по категориям характеризуют структуру трудовых ресурсов предприятия. В целом состав персонала предприятия различается по профессиональным навыкам и уровню квалификации. Профессия – это род трудовой деятельности, требующие определенных знаний и навыков, приобретаемых путем обучения практического оборудования. То есть здесь необходимо различать понятие профессионализм и квалификации. Специальность – вид деятельности в рамках той или иной профессии, которая имеет специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и навыков. Например, в зависимости от финансовой работы, занимается по бухгалтерскому учету, анализу хозяйственной деятельности, экономика труда и т.д. То есть экономисты сбытта, экономисты по материально-техническому обслуживанию и т.д. Теперь анализ персонала организации – один из основных разделов анализа работы организации. То есть основная деятельность трудовых, особенность трудовых ресурсов – это анализ трудовой деятельности. Достаточно обеспеченность организации трудовыми ресурсами, высокий уровень производительности труда имеет большое значение для увеличения объемов производства. Исходя из изложенного, основные задачи анализа персонала организации могут быть сведены к следующему. Первое. Обеспеченность организации трудовыми ресурсами, укомплектованность штатов предприятия, координация их работы. То есть здесь укомплектованность штатов, как мы говорили, уже не только руководящего состава, но и руководящего состава специалистов среднего звена, но и непосредственно работников. И эффективность использования рабочего времени. То есть эффективность использования рабочего времени является основным, так как от эффективности использования рабочего времени будет уже зависеть непосредственно производительность от того или иного предприятия. Второе. Изучение качественного состава кадров, то есть обеспеченность специалистами с высшим, средним образованием, стаж работы, в том числе в данной организации, возраст и так далее. То есть эффективное использование календарного времени, режима труда, решение рационального использования учебного времени. Здесь изучение качественного состава кадров, здесь необходимо определить, какой именно работой, какой труд будет исполнять тот или иной работой. То есть если это, допустим, специалисты с высшим образованием, то, соответственно, они уже могут принимать какие-то управленческие решения и занимать уже более высокие должности. Если это, допустим, специалисты среднего, среднего специального образования, то в основном это уже непосредственно работники, которые занимаются производственными процессами. Третье. Изучение движения рабочей силы и текучести кадров. То есть проблема текучести кадров сейчас является основной, поэтому при управлении трудовыми ресурсами необходимо, прежде всего, обратить внимание на текучесть кадров. То есть текучесть кадров – это тот момент, когда, ну, например, вы выбираете специалистов, смотрите их квалификацию, подбираете их по определенным критериям, и тут там в течение полгода поработаны и уходят с нового иного предприятия. То есть здесь уже идет затрата времени, то есть пока вы найдете новых специалистов, пока он пройдет там сожировку, переквалификацию. Таким образом, все это будет в итоге влиять на производственность данного предприятия, ну и, соответственно, на прибыльность. Четвертое. Выявление путей и возможности эффективного использования персонала в организации. То есть здесь необходимо отметить именно эффективность использования персонала. Основная задача в управлении трудовым ресурсами – это эффективное использование того или иного предприятия на работу, например, там специалист в высшем образовании, в среднем образовании, и необходимо именно определить его время работы и, соответственно, установить определенные требования, в течение какого времени он должен выполнять трудную работу. Пятое. Разработка специальных управленческих решений по развитию персонала организации. Персонал организации и его изменения имеют определенные количественные, качественные, структурные характеристики, которые могут быть с меньшей или большей степенью, влиять на процесс принятия управленческих решений. И также все это отражено в следующих показателях. Первое. Среднесписочная численность работников организации. Второе. Это уделивес работников отдельных подразделений в общей численности работников организации. Третье. Темп роста, то есть прироста численности работников организации за определенный период. Пятое. Уделивес служащих, имеющих высшее и среднее образование. Шестое. Средний стаж по специальности руководителей и специальных подразделений в организации. Далее. Списочная и явочная численность работников организации. Отдельных групп, либо отдельных подразделений. Фонда вооруженность труда работников в организации. То есть это основные показатели, независимо от вида деятельности предприятия. Как известно, понятие оценки эффективности труда более широкое, чем производительность. И предполагает не только соизмерение полученного экономического эффекта затраты на живого труда, но и оценку социального эффекта. Социальный эффект в оценке труда выражается в степени удовлетворенности спроса населения на товары и качестве обслуживания, соответствующими издержками потребления. Повышение эффективности труда в различном розничном торговле ведет к достижению наилучших результатов в труде, выражающих более качественным удовлетворением спроса потребителей, либо населения на товары при минимуме издержек, обращении и потреблении. Обеспеченность предприятия рабочей силой – важнейшее условие эффективного его функционирования. Это связано с серьезной экономической политикой в социальной сфере, что оказывает на формирование и использование рынка рабочей силы. Правильная оценка обеспеченности предприятия рабочей силой дает возможность осуществления рациональной занятости. Она позволяет установить наиболее действенное соотношение затраченного труду, материальное повышение, кроме того, соизмерения издержек, которые были, допустим, утрачены на переподготовку кадров, степень выполнения заданий и так далее. Эффективная занятость характеризуется с двумя точками зрения. С экономической, как наиболее рациональное использование человеческого ресурса, и социальной, как наиболее полное соответствие и интересам человеческого труда. То есть эффективность здесь необходимо учитывать не только потребности, допустим, руководителя, либо управляющего предприятия, потому что его основная потребность – это минимум затрат, максимум прибыли. Но так как это трудовые ресурсы, необходимо также учитывать и интересы человека, который работает на данном предприятии. То есть в данном случае здесь идет у каждого свои цели, то есть цель предприятия – это получение прибыли, цель работника – это, соответственно, получение соответствующей заработной платы. Поэтому эффективная занятость характеризуется вот именно наличием двух целей и удовлетворением потребностей не только предприятия, но и непосредственно работника. Так, теперь переходим ко второму вопросу – понятие «состав и структура трудовых ресурсов». Показатели движения трудовых ресурсов раскрывают процесс роста или уменьшения перемещения работников на предприятия, перемещения работников с одного предприятия на другое предприятие, а также в целом по отрасли или страны в целом. В настоящее время для характеристики движения работающего населения и организации применяются следующие основные показатели. Это оборот работающих – величина, равная общему числу принятых и уволенных работников в определенный период, то есть это год или месяц. Оборот по приему – это число работников, принятых на предприятии за определенный период. Данные по этому показателю группируются следующим образом. Первое – по организационному набору. Второе – из числа окончивших профессионально-технического училища. Третье – принятые сами предприятия. Четверое – принятые для прохождения производственной практики и работы учащихся студентов в вузах и техникумах. Далее, следующий показатель – это оборот по увольнению. Число работников, уволенных с предприятия за определенный период времени. В данных статистических показателях отражаются сведения о причинах прибытия, то есть окончания срока договора, перехода на учебу и причинах выбытия с того или иного предприятия. В целях углубленного статистического анализа движения обучей силы и их целесообразной группировки необходимо дополнить либо группировать по следующим показателям. То есть это выявление необходимой информации для следующего анализа актуальных кадровых вопросов. Например, из всех причин выбытия работников с прежнего места наибольший удельный вес занимает увольнение по собственному желанию. То есть это 80 или 85 процентов. Причинами увольнения по собственному желанию, здесь причины могут быть разные, нуждаются в социальном улучшении, то есть определении главных причин увольнения, уровень заработка, здесь необходимо определять уровень заработной платы, место жительства, условия труда, несоответствие, допустим, требованиям работника и так далее. На основании абсолютных показателей исчисляются относительные показатели движения трудовых ресурсов. Число таких показателей относит коэффициент оборота работников, как отношение абсолютной величины оборота к средней списочной численности работников. Второе. Это коэффициент оборота по увольнению, как отношение числа увольненных к среднесписочному числу работников. Третье. Коэффициент текучести как отношение числа условных по собственному желанию к среднесписочному числу работающих. Указанные показатели оборота трудовых ресурсов могут исчисляться в рамках категории работников, профессии, уровней квалификации, стажей работы и т.д. В теористическом и практическом отношениях большое значение имеет изучение состояния затрат рабочего времени на производство соответствующей массы полезных вещей или условий. Количество труда, затраченного на производство единицы продукции, измеряющей его продолжительностью и накапливаемостью. В статистической практике в качестве единицы измерения рабочего времени служит человека день, либо человека час. То есть это зависимость от того, каким образом работает человек. То есть есть 8-часовой рабочий день, есть, допустим, суточная работа и т.д. Поэтому здесь измерения будут разные. Под человекоднем понимаются явки на работу одного человека в течение одного рабочего дня. В статистике отработанного человека дня для работников считается такой день, когда, допустим, приступая к работе, независимо от его продолжительности. Человека день здесь идет использование простоя, считается такой день, когда работник является на работу не по тем или иным причинам, обычно от того, не зависящего от него. То есть обычно от него независимо от него независимо к работе, но на работе не присутствует. Человека днем считается для работников, состоящих в списках предприятия, такой день, когда он не явился на работу, но при этом он должен, то есть отработать определенное количество времени в тот или другой день. Учет рабочего времени в человекоднях не позволяет скрыть потери рабочего времени, которые могут иметь место внутри рабочего дня, что обусловлено спецификой самого предприятия, либо спецификой той или иной работы. Поэтому наряду с учетом рабочего времени в человекоднях осуществляется учет в человекочасах. В человекоднях осуществляется фактически отработанное время в определенном предприятии. В статистической отчетности в человекоднях ведется только по определенному количеству работников. Отработанные человека часам считается один час фактического рабочего времени одного человека. В свою очередь, по режиму работы отработанные человек часы делятся на две категории. Это урочные и сверхурочные. Наличие сверхурочных часов является следствием дополнительной работы и, соответственно, оплачивается по уже определенному тарифу. Внутри смены и перерывы представляют собой перерывы между определенным временем производственного процесса. То есть, здесь можно отнести внутрепроизводственные потери рабочего времени или внутрепроизводственные простои. В статистической практике внутрепроизводственные простои считаются время потерянное, то есть время простоя, которое имело место внутри рабочего дня или смены, продолжительность которого составляет около пяти минут. По данным учета рабочего времени в человека днях и человека часа рассчитываются следующие показатели использования рабочего времени. Первое – это средне арифметическая продолжительность рабочего дня. Второе – среднее число дней работы на одного списочного рабочего. Третье – среднее число часов работы одного списочного рабочего. Система показателей использования рабочего времени на предприятиях строится на классификации календарного фонда времени, учета его использования и резервах выделенных в ней, группировок и ряда относительных показателей в различных единицах измерения. Третье – это календарный фонд времени, составляющий фактически предельные ресурсы рабочего времени предприятия, к числу работников умноженное на число календарных дней в году или сумме всех работников в течение года. Календарный фонд без праздничных выходных дней называется табельным фондом рабочего времени. Максимальная возможность фонда рабочего времени, который характеризует наилучший показатель использования рабочего времени, определяется как разность между календарным фондом и суммой очередных отпусков, праздничных и выходных дней. Теперь, наибольший удельный вес среди внутрифирменных потерь рабочего времени имеет простое. Изучение внутрифирменных потерь рабочего времени имеет большое значение, так как их сокращение является одним из факторов повышения производительности труда. То есть здесь понятно, да, то есть количество простоев в первую очередь будет отражаться на эффективности работы данного предприятия, ну и соответственно уже на прибыльности предприятия. С целью выявления возможных резервов повышения производительности труда в рамках рабочего дня широко используются статистические показатели, характеризующие структуру рабочего времени. Структура рабочего дня характеризуется удельным весом основных видов затрат рабочего времени в процентах к общей продолжительности системы рабочего дня. Структура эта определяется на основе баланса времени рабочего дня и включает следующие виды затрат времени. Это оперативное время, в том числе основное и вспомогательное время, обслуживание рабочего места, время перерыва на отдых и личные надобности работника. Кроме этого, дополнительное время, которое дается уже за невыполнение срок той или иной работы. По фактическому балансу времени рабочего дня определяется также сумма потерь рабочего времени, как зависящая от рабочего, так и зависящая от, допустим, несвязанных с работником. То есть это зависит от, допустим, технических каких-то неполадок, либо от, допустим, несоответствия рабочего места, то есть неподготовка рабочего места к работе и так далее. Сопоставление структуры различных видов затрат времени по плановому и фактическому балансу времени рабочего дня позволяет выявить фактические резервы экономии времени и повышение произведительности труда по конкретному рабочему месту, участку или цеху. Также значительные, большое значение имеют также статистические показатели, как удельный вес ночного времени работы, удельный вес рабочего времени, использованный по уважительным причинам, Удельный вес потери рабочего времени, уровень использования, продолжительности рабочего дня и так далее. Так, теперь переходим к третьему вопросу. Это кадровая политика предприятия и управление персоналом. Управление персоналом представляет собой сложный и многогранный процесс. Взаимодействие функций представляет собой взаимосвязь функций, которые органически связаны с определенной структурой, структурами подразделений. Поэтому при исследовании управленческой деятельности предприятия необходимо определять структуру и функции этой управленческой деятельности. Структура управления не относится к, допустим, либо не подается к каким-нибудь вычислениям, статистическим данным и характеризуется продолжительностью и изменчивостью. Из определения его сущности становится очевидным, что оно представляет систематическое воздействие субъекта управления на социальный объект. Таким образом, областью управленческой деятельности будет являться политикой предприятия. А это означает, что необходимо учитывать управленческую структуру, которая является субъектом, и учитывать также объекты управления. Управление персоналом организации — это целенаправленная деятельность, которая предполагает определение основных подразделений работы, а также средств, форм и методов управления данными трудовыми ресурсами. Система управления персоналом — это совокупность подсистем, отражающих отдельные стороны работы и выработка и осуществление эффективного взаимодействия на него. Система управления персоналом в организации включает также элементы, как определение целей управления персоналом, определение объекта и субъекта управления персоналом. Различаются разновидностью функций управления, основными компонентами, определение методов и технических условий, а также подход к определению эффективности управления персоналом. Для эффективного управления необходимо также обеспечить обеспечение подсистемой управления управленческим персоналом. Взаимосвязь вышеперечисленных подразделений либо элементов напрямую зависит от политики управления персоналом, то есть кадровой политики предприятия. Система управления персоналом является сложной системой. С одной стороны, цели системы управления персоналом должны быть указаны в соответствии с планами предприятия. С другой стороны, это цели, которые имеет каждый работник, работающий на том или ином предприятии. Поэтому всю систему управления персоналом можно рассматривать как колесо управления персоналом предприятия, либо систему управления персоналом, в центре которой является эффективность предприятия. Эффективность предприятия будет прежде всего зависеть от методов управления персоналом. И также сюда необходимо учитывать также цели работников предприятия, социальную политику предприятия, трудовой потенциал, квалификацию работников, социальную сторону каждого работника. Далее. Процесс управления целей в системе управления персоналом столь сложен, что требует стратегических подходов, включающих систему управления персоналом. Стратегические подходы включаются непосредственно в кадровую политику предприятия. Кадровая политика – это основные правила и приемы регулирования взаимодействия с персоналом в организации, которые являются долгими и естественными. Кроме этого, политика области управления персоналом базируется на базовых и специфических принципах. Базовые принципы – это принципы системности обратной связи, а также информированности и рефлекторности. То есть базовые принципы – это принципы, основанные на взаимодействии, то есть обязательно должна быть обратная связь. То есть, допустим, когда даются какие-то распоряжения задачи, ставятся какие-то задачи, либо обосновываются какие-то функции, обязательно должна быть обратная связь от работников. То есть обратная связь необходима для чего? Для того, чтобы, в первую очередь, обратная связь осуществляться в виде отчетности, то есть выполнена или не выполнена то или иное задание. Второе – управляющий должен знать, справится ли этот работник с этой работой или нет. Таким образом, благодаря обратной связи осуществляется информированность управляющего персонала о выполнении поставленных задач. Далее, специфические принципы – это принципы синергии, то есть корпоративная эстетическая специфика. Принцип системности управления персоналом представляет взаимодействие, взаимное соответствие целей, принципов, организационной структуры, функций и технологии управления персоналом, учет качественного управления персоналом, а также учет структурных образований. Принцип обратной связи означает функционирование и развитие системы мониторинга организационно-социально-профессионального фона. Принцип нормированности предполагает наличие признанного профессиональной общественностью определенных требований, который гарантирует необходимый минимум комплектованности в данной области, отраженное его в стандартах организации и должностных требований. Принцип вероятности требует разнообразия направленных профессиональных работников на различных ее этапах, при одновременном соблюдении принципов нормативности. Принцип квалифицированности предусматривает определение и развитие целостной системы профессиональной подготовки, социальной подготовки, а также целесообразное осуществление взаимодействия в управлении персоналом. Принцип рефлекторности означает, что систематическая последовательность основывается на более абстрактные фрагменты профессионального пространства, переход от технического через управленческий, теоретический к методологическому уровню рефлексии в профессиональной деятельности. Далее идет кадровая политика предприятия. То есть кадровая политика предприятия – это система работы с персоналом, объединяющая различные формы деятельности и имеющая целью создания сплоченного, ответственного, работоспособного коллектива для реализации промежуточной деятельности предприятия, а также достижения основной цели предприятия. Как известно, политика – это общий ориентир для действий и принятия решений, которые облегчают деятельность для осуществления поставленных задач. При таком подходе организационно-управленческий механизм кадровой политики предприятия может быть представлен в виде таких понятий, как миссия, цели, задачи и функции предприятия. То есть кадровая политика предприятия, как мы уже говорили, это стратегическое управление, то есть это стратегический метод управления. Поэтому здесь, если это стратегический метод управления, то, соответственно, здесь должна быть указана миссия. Миссия состоит из нескольких целей. Цель, в свою очередь, делится на определенные задачи. Поэтому, строя кадровую политику предприятия, необходимо учитывать не только текущие задачи, но и кадровая политика основывается прежде всего на миссии предприятия. Далее. С позиции рыночной экономики система социально-трудовых отношений по составу включаемых в нее элементов должна выходить за рамки традиционно принятого у нас набора. Система должна включать в себя социальную, стратегическую цель, хозяйственную, стратегическую цель хозяйствующего звена фирмы. Кроме этого, структурные характеристики персонала, деятельность предприятия, то есть чем занимается непосредственно данное предприятие. В зависимости от этого уже выбирается та или иная политика управления трудовыми ресурсами. Главными свойствами системы трудовых отношений должны стоять их целостность и ориентация на инновации и на потребителя. То есть, управляя персоналом, необходимо не забывать, что основная задача работников – это создание такого товара либо оказание таких услуг, которые будут удовлетворять, в первую очередь, потребителям. Поэтому здесь необходимо учитывать основные уровни кадровой политики. Важнейшим условием, которое необходимо учитывать при формировании кадровой политики, является соответствие кадровой политики государственной, социально-экономической политики, то есть правовым и общественным нормам. Второе – рассмотрение человека в единстве технологического, экономического, социального, организационного, демографического и других аспектах развития. Третье – учет временного горизонта планирования, то есть учет времени работника. Четвертое – ориентация на достижение максимально возможных показателей работы в соотношении с развитием кадровой политики. Пятое – сочетание в кадровой политике стратегических и текущих целей. То есть, это то, что мы говорили уже выше. Шестое – обеспечение демократизма, гласности и динамичности кадровой политики. Седьмое – сбалансированность кадровой политики стимулов в карьере и ответственности в работе. Далее, необходимо также рассмотреть соответствующие элементы кадровой политики. Это первое – политика занятости, то есть обеспечения высококвалифицированным персоналом и создание привлекательных условий труда, обеспечения его безопасностью, а также возможностей для продвижения работников с целью повышения степени их удовлетворенности работы. Второе – политика обучения, формирование соответствующей базы обучения, чтобы работники могли повысить квалификацию, уровень своих возможностей и тем самым получить возможность своего профессионального продвижения, то есть взрослого. Третье – политика оплаты труда. Предоставление более высокой заработной платы, чем в других фирмах, в соответствии со способностями, опытом, ответственностью работников. И четвертое – это политика благосостояния, то есть обеспечения более широкого набора услуг и год, чем у других предприятий. Социальные условия должны быть привлекательны для работников и взаимовыгодны для работника и для самой фирмы. Таким образом, управление персоналом должно включать в себя следующие этапы. Это планирование персонала, то есть разработка плана удовлетворения будущих потребностей в человеческих ресурсах. Второе – это набор персонала, создание резерва потенциальных индивидов по всем должностям. То есть у вас должно быть набор персонала, должен соответствовать требованиям того или иного предприятия. И третье – это отбор кадров, то есть отбор лучших из резерва, созданного в ходе выбора. То есть, соответственно, при найме на работу необходимо определить вначале по определенному плану те, кто непосредственно могут выполнять ту или иную работу и непосредственно уже брать из, допустим, персонала самых лучших, которые непосредственно будут удовлетворять потребности вас, как управляющего данным предприятием и непосредственно учитывать цели предприятия, то есть максимизация прибыли и своему затрату. Спасибо за внимание.